Дорогие друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем готовиться к Новому году. Посмотрите, сколько я всего подготовила. Сегодня такой у меня великолепный для вас салатик. Но хотела спросить, мне написала одна женщина, что у меня некрасивые тарелки, формы, я не знаю. Мне прямо стало немножко обидно. А какие они должны быть? Форма как форма, чистая, посмотрите, помытая. Не знаю. Давайте, извините за отступление, начнем. Все. Сначала мы с вами приготовим заправку. Здесь у меня три полные столовые ложки сметаны. Вы можете взять йогурт, можете взять майонез, если вы хотите. Но в последнее время я люблю более легкие салаты. Добавила один потертый зубочек чеснока, пряности. У меня там черный перчик, паприка. Я добавила немножко соли, немножко сахара, наверное, по пол чайной ложечки. Сейчас мы с вами это все перемешаем и попробуем. Самое главное пробовать на протяжении всего приготовления, на каждом этапе. Можно еще немножко подсолить. Смотрите, сок лимона ничего не добавляет, так как сметана у меня кислая. Ну, так как. Чтобы нам удобно наносить нашу заправку, я подготовила такой пакетик или кондитерский мешок. И высыпаем... Пересыпаем нашу массу. Так, все, мы с вами готовы. Наш пакетик завязываем. Так, на дно сразу мы будем выкладывать отварную свеклу. Посмотрите, я все отварила и натерла на мелкой терке. Вернее, не на мелкой, скорее всего, на крупной больше. Даже вот такой, видите? Выкладываем свеклу. Так, и распределяем. Немножко утрамбовывая. Так, немножко нашего соуса. Картофель. Следующий слой это отварной картофель. Здесь у меня одна шестучка. У меня одна свекла, одна картошка, одна морковка, три яйца. Так, все. Выложили. Немножко соуса. Дальше. Следующий слой это зелень. У меня это зеленый лук. И укроп. Можете добавить петрушку. Соус. Так как мы, посмотрите, поливаем совсем немножко соуса, поэтому... Так, следующий у нас идет морковка. Отварная морковка. Распределяем. Уже на этом этапе, видите, у нас свекла начала давать сок. Но мы с вами уберем сок лишний. Распределяем морковку. Немножко прижимая. Или прижимая. Соус. Следующий у нас идут желтки. Тоже натертые на терке. Соус. Теперь белки. Так, на этом этапе мы немножко придавим. Обычно, конечно, надо дать немножко постоять. Но мы с вами не будем ждать. Соус. Соус. И красная рыбка. Лосось. Мы с вами недавно делали. С уменьшенным содержанием соли. Он очень вкусный и ароматный. В магазине в рыбу добавляют очень много соли. Поэтому мы с вами солим рыбку дома. Вы все знаете. Если вы любите посоленее, возьмите на две чайные ложки соли, одну сахара. А я в последнее время солю чайная ложка соли и чайная ложка сахара. Так, посмотрите на наш салат. Теперь берем полотенце и нам надо сделать красоту. Пока он немножко стоит, прижимается. Давайте вытрем лишнее. Так как овощи все сочные, поэтому, конечно, будет влага. Это называется, что мы немножко наведем с вами порядок. Берем бумажное полотенце и вытираем. Кто еще со мной? У вас есть время подписаться на мой канал. Так, если у вас есть время, накройте пленочкой и дайте салатику постоять. Если будете готовить на Новый год, приготовьте с утра. И так в форме оставьте постоять. Потом уже можно будет снимать. Так, все. Красоту мы навели. Давайте украсим зеленью. Наш салатик пока немного пропитывается. Давайте укроп. У меня вот есть такая замечательная зелень, которая выросла у меня на балконе. Это тыква. Давайте как-то мы это сделаем красиво. Листья репы. Посмотрите, как это красиво. Так, советуйте. Мы все-таки готовим блюдо на праздник. Поэтому это должно выглядеть очень красиво и аппетитно. Так, сделаем. И листья репы. Посмотрите, какая красота. Все, вы готовы? Мы сейчас снимем нашу форму. Но вы меня поняли, что надо, конечно, дать постоять немножко нашему салату. Тогда он пропитается и будет очень вкусный. Готовы? Сама волнуюсь. Вам хорошо видно? Посмотрите на эту красоту. Спасибо всем, кто остался со мной. У нас с вами такой замечательный салат. Как это красиво и нарядно. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами готовим такие замечательные салаты. Приятного аппетита!